И вот вроде бы только вчера на московской митрополитене ехал на съемку к Дмитрию Прохорову, участнику седьмого турнира АМС. Вот это максимум, да. А сейчас в Питере спешу на встречу с Александром Мартынкиным, главным претендентом на сибирский миллион. Настроение отлично, смотрю с позитивом в будущее. А все потому, что май месяц насыщен яркими спортивными событиями. Буду стараться выжить в этом безумии и рассказать вам все, что творится в нашем российском спорте. Ну и постараюсь ничего важного не пропустить. Например, то, что Виктор Шевеленко будет бороться не только на АМС, на правых, 24-го, но и 12-го на левых, на СПС. Левая готова даже лучше, чем правая. Вот так вот. Витя Шевеленко левой рукой. Чемпион России, Василий. Нет, не шутки. Друзья, хочу вам пару слов буквально сказать про вот того парня. Про того, да? Так вот, совсем недавно совершилось чудо. Чудо из чудес. Алан стал реализовывать, продавать, скажем так, свои программы. Так вот, он продает такие программы. Люди, когда их открывают, они не верят, что вообще обычный человек на этом свете может выполнить такой объем работы. То, что ты увидел, ты ожидал это увидеть? Или это тебя удивило? А если удивило, то чем? Нет, я знал, что они в АСИТе тренируются, они делают очень много упражнений и таких профильных, но в таком объеме я не ожидал. Объем просто колоссальный. То есть, средняя тренировка длится примерно 3,5-4 часа. Это ты и сейчас говоришь о тренировочном плане Алана Залуевна, да? Да. Ну, и Хаджумурат, примерно, так же, наверное, занимается. Насколько я знаю, по-моему, и Арман Дегуров так же тренируется. То есть, когда ребята говорят, мы там готовились к старту, мы не тренируемся, значит, они ходили в зал 3 раза в неделю, по пару часов. Когда они тренируются, это 4-6 дней в неделю, по 4 часа. Ну, например, Василий, я вот этот объем, эту тренировку за максимум 3 часа у меня уйдет, чтобы сделать вот одну тренировку из вот этих четырех, которые там есть у меня на курсе. Максимум 3 часа у меня уйдет на это. Вот это получается 4 тренировки в неделю? Да, 4 тренировки в неделю. Я считаю лично, что армрестер должен минимум 4 раза в неделю тренироваться. Даже 3 раза это мало для армрестеринга. В твоей программе чемпионской есть срыв Лората? Нет, срыва Лората в моей программе нету и не будет никогда. Ну, как я говорил, Василий уже, то, что я считаю это упражнением, это просто Лорат вирусное видео записал такое и все. И вот все начали за Лоратом повторять, а пользы я в этом упражнении не вижу. В этом упражнении, по моему мнению, можно просто проверить, кто больше поднимет и все. Как некий челлендж. Да, да, как челлендж. Вот, точно. Никто не обратил внимания, как Лорат поднимал. То есть, до этого, у него давно еще старое видео есть, где он это делает через отведение. У него был очень важный ключевой момент, параллель. Вот, и задача была срывать. Не поднять, то есть, вот таким вот углом, вот туда, где у тебя отведение уже практически не работает. А именно в тот момент сорвать, чтобы не поплыло отведение. Вот задача была. Также у него был подъем через проматор, который он делал, ну, условно, вот с бедра. Но ключевой момент. Первое. Это лямка должна быть здесь, а не вот здесь. Здесь можно хоть 90 поднять. И второй момент. То есть, обязательно, чтобы в работе был большой палец. И положение кисти. То есть, оно не такое. Оно разогнутое. И сильно заряжен паранатор. То есть, он заряжен внутрь. Вот в таком положении сорвать этот вес. И вот в таком. Это разные упражнения. И кроме Лората, вот в таком положении, больше этот вес никто не поднимал. И, как показывает борьба, то есть, он и борется в связке вот этим движением своим. Он здесь их останавливает. Георгий gets something from the hand, but looks like Devon in a good pronator position. Oh, big drive. Better from Hermes. But Devon happy. He said come into the hook. Это упражнение нужно, но нужно для Лората. Потому что он так борется. Многие скажут сейчас, что подъем Лората уже не актуален. И виной тому результат его армфайта, его реванша с Ливаном Сигенашвили. А этот реванш закончился полным разгромом канадца. Как я сказал, так и случилось. Вообще без шансов Сигенашвили, можно сказать, скажем так, грубо, да, переехал Лората. Ну, там без шансов было. Сигенашвили сейчас на очень высоком уровне. И хочу Виталию Лалитину сказать, чтобы он начал тренироваться очень серьезно. Я думаю, надежда только на нашего Виталика. У него, ему по силам, я думаю, если он отлично подготовится. Ну, Морозов, не знаю, я думаю, на правой руке нет. Да вообще сейчас на правой руке я только Виталия вижу. И все. Но Виталий проиграл Гаспарини, понимаешь, на правой. Ну, да. Ну, вот, я думаю, Виталик тогда не так готов был. Ну, вот Гаспарини и Виталий. Ну, Виталий ближе, я думаю. Ну, это исходя из того, как Виталий подготовится серьезно. Знаешь, Василий, чтобы ему вообще ничего не мешало, и он просто с зала не выходил и вот готовился на него. Вот тогда Виталий видит. И купил твою методику, да? Да, и купил мою методику. 71 килограмм. Четкий, уверенный подъем. Ключо вывезено вперед, от параллели. Катерочку можно поставить? Хотя я бы поставил 400 плюсов на 400 плюсов. Ну, да. Но вопрос опять. То есть, если говорить о частоте подъема, да, конечно же. Но вопрос. Какой-то перенос за столом будет. Вот это очень важный момент. Да, друзья, познакомьтесь. Новый герой на канале «Железного рейтинга» Дмитрий Прохоров. Дмитрий сейчас готовится к турниру АМС. Турнируется Дмитрий давно. Пришел в арм Дмитрий из тяжелой атлетики. И вот я вывался к нему в гости, в домашнюю качалочку. Ну, и поговорили с ним и про технику Ларата, как вы поняли, и про прошедший Ист-Вест. И главное, про предстоящий АМС. Где, как я понял, ну, судя по видео в Инстаграм, собирается выступить Хаджи Мурад Залоев. Хаджи, вы увидите, да. Хаджи будет выступать в 95-й весовой категории. Хаджи сейчас набрал вроде... Когда я был на сборах, Хаджи тренировался серьезно. Настроен был серьезно. Я не знаю. Ну, стол покажет реально. Хаджи уже как бы был на своем пике. И обратно, через вот эти травмы, которые он за столь долгие годы в этом спорте получил, будет трудно вернуться. Ну, я, как его младший брат, очень надеюсь, что он вернется. В Питере я приехал, чтобы пообщаться с участниками предстоящего турнира АМС. И Аланом Залоевым, и Гзамбулатом Цориевым, и Виктором Шевеленко. А также узнать, как идут дела у действующего чемпиона СПС по бодибилдингу Александра Мартынкина. Настроение отлично. Смотрю с позитивом в будущее. Осталось 10 или 11 дней до соревнований. Углеводы понизили до 400. Вот сейчас небольшая слабость ощущается. Для меня это достаточно мало. Учитывая, что на массовом наборе было 1000-1100 углеводов. Но в целом нормально. Я знаю нелюбовь бодибилдеров к разговору о конкуренции. Но я все-таки спортивный журналист. Для меня конкуренция – это все в спорте. Здесь прошел чемпионат России, Кубок России. И абсолютно взял Артур Шевехиславов. Поэтому не спросите его формы, не спросите об этом плане. Нет, я не могу. Вот. Ну, у Артура была отличная форма. Среди тех, кто выступал на этих соревнованиях, я считаю, что он победил заслуженно. Он сказал, что основную задачу этой сезоны выполнил. Мне кажется, Артур немножко лукавит. Потому что основной турнир Сиберин Пауэр Шоу. На самом деле я посмотрел. По фотографиям я был просто поражен уформой. Но на сцене я увидел, что все равно немножко не доведен. И нужно еще поработать над формой, чтобы составить нам конкуренцию. Но в целом, среди тех, кто был на соревнованиях, он был лучшим. Уполняемся. А сколько ты сейчас в калориях? 3,600 мало. 3,600, да? Уже умираю. А вы с тобой тогда встречались, это было около 8, да? 7. 7 было. Так что родится в два раза существо. Рис с форелью. Форель ем каждый день сейчас. Александру в этом году на СПС придется очень непросто. Уж больно. Звездная компания у него там собирается. Это и Илья Луковец, и Артур Шрофисламов, и Антон Герасимов. Но что важно понимать, СПС это не только бодибилдинг. Это и крутой силовой экстрим. Это и крутой пурлифтинг, между прочим, с участием Александра Лугового. И что очень важно для нас, это армрестлинг. А в этом году на СПС армрестлинга будет много. Это и арматура с главным армфайтом вечера между Алексеем Олейником и Джеффом Монсоном. Я очень, я очень встал. Я буряката. Но не только поп-армам жив СПС. В этом году в Красноярске состоится, во-первых, армфайт на левых руках между Дмитрием Силаевым и Зауром Пойзулаевым. И сибирская мясорубка на левых руках в 90-м дивизионе, где будет участвовать 4 крутых рукоборца. Это Виктор Шевеленко, это Кирилл Белесев, это Григорий Гераськин. Гераськин у меня боролся. Он был хорошим, между прочим. И Михаил Нифонтов. Левая рука. Каждый с каждым. Это будет очень жестко. Очень интересная, мне кажется, будет такая заруба. Но однам предпочтение все-таки, наверное, Витя Гераськина. Честно признаться, в основном еду туда из-за Нифонтова. Очень сильный парень. Все, что я видел с ним с левой рукой, он просто космически сильный. И хочется проверить, ну как я с ним стою. Правую можно проверить на регулярной основе на своей. А левую? Когда я в 21-м году боролся на чемпионате мира, да. С тех пор пару-тройку раз боролся на вершине. Да. Проигрывал ли я? Нет. Поэтому хочется проверить, насколько она хороша сейчас. На самом деле, героев в Питере очень много, да. Героев, которые принимают участие в ближайших соревнованиях, тоже много. Но 5-го числа я должен быть в Москве. То есть буквально через пару дней. Потому что там стартует сезон Федерации NBC турниром Гран-при Любер. И на сцену там выйдет Сергей Сергеев. И очень хочется посмотреть, в какой он будет в форме. Потому что на 10-м юбилейном Гран-при NBC ему предстоит зарубаться в абсолютке с Сергеем Даниловым. Ну, многие утверждают, что Сергей Данилов там вынесет всех без вопросов. Я вот таких вещей не люблю. Там без вопросов. Одну калитку. И я надеюсь, что будет борьба. При том, что Сергей Сергеев сделал очень хорошую форму. Он прям прогрессирует. Он монстр. Его нужно опасаться. Ну нет, Сергей всех победит, я уверен. Да? Я уверен, что Сергей победит. Сергей набрал. Сергей здоровый. Я увижу, часто он балмазил. Вторник, пятница. Соответственно. Сергей, вперед. Очередной. Очередной раз пригласили. Почему нет? Он лично стал. Ну, нет. Не нахрен. Рядом. Так что все хорошо. Я счастливо с ними. Сижу, листаю ленту телеграм-канала нашего, Аэроньюз, и жду Гзамбулат. На самом деле, ошибся. Сказал мне ту локацию, он уехал по Бранд Каньон, где я только что был с Александром Мартынкиным. А я же не в Бранд Каньоне. Я его жду в Радеу Драйв. Короче, надеюсь, Гзамбулат будет не очень ругаться. Как сам? Как универсал. Да все хорошо. Тренируюсь потихонечку. А я вам расскажу главный секрет, почему мы сегодня за меньше месяца до АМС, мы так спокойненько сидим вечером в ресторанчике, выбираем уже третью зеленую блюд. А все потому, что Гзамбулат не гоняет в этот раз. Гзамбулат принял решение выступать в 105-м дивизионе. Опять отсылочка к Олегу Черкасову. Олег, одумайся, одумайся. 65 – это даже цифра какая-то некрасивая. А вот 75 – красивая цифра. Ну, не такая красивая, как 105, конечно, но тоже ничего. А в тебе сколько килограммов? 117-118 примерно сейчас есть. То есть, у тебя не было желания загнать 105-ю? Было, но, боюсь, не успею. Если сгоню, то не факт, что останутся силы. Да и там тоже, ребята, не подарок. Учитывая пары, которые сейчас будут на АМС, категории плюс 105, мне кажется, если взять первую тройку, уверенно, это Адама Баркинхорова, это, забыл фамилию, Айвазова Марата и Таутиева. Я думаю, они железно станут вторыми после Пойзулаева, 100%. Ну, если они будут бороться в Плюще, да? Да, уверенно. Да и вопрос, в какой форме Заур. То есть, те места, что он поднимал тренировки, это, ну, говорят о том, что он уже в форме практически полностью. Но вопрос, что будет за столом. Да-то посмотрим. Я делаю ставки, что Заур, конечно, уже легко выиграет категорию свыше. Ну, у тебя какая цель? Вот цель, зима стоя в твоей тренировочной программе. Морально удовлетворение, что ты сильный? Общая, как бы, какая-то сила или что-то более утонченное? Общая физическая подготовка, прежде всего. Сила плечевого пояса, которая нам нужна, в том числе для бокового давления. Причем я по себе знаю, что если, условно, человек борется больше в крюк, естественно, больше использует мышцы груди. А для верховика, да это, мне кажется, не менее важно, чем для крюковика, жима. Ну, опять-таки, то есть, кому-то жим заходит, кому-то он может, наоборот, только навредить. То есть, можно жим заменить на те же самые жим гантели, отжимание на брусьях и так далее. Вообще, в идеале, была бы бабочка, это было бы лучше. 120 кг. Ну, хватит. Мне кажется, еще можно было раз в 8 легко. Можно, но еще немножко груди для себя даже уже не стоило. Неделю назад за столом боролись, чуть-чуть надрыв небольшой себе заработал. Давайте продолжим наш разговор про килограмму. И здесь, наверное, прежде всего нужно вспомнить про 95-й дивизион, в котором планирует принять участие Хаджимурат Залоев. А вот, например, Михаил Нифонтов из 95-го дивизиона планирует перейти в 85-й. А тот же Георгий Таутиев, который в прошлый раз боролся в 105-м дивизионе, в этот раз, похоже, до 105-го не дотягивает. Говорит, что вес не растет. Форма нормальная. Готовлюсь, тренируюсь как могу. Ну, стабильно два раза в неделю точно тренируюсь. Вес не идет. Вешу я сейчас 100 кг ровно. Поэтому, скорее всего, буду выступать в весовой категории до 95. 5 кг. Вот эта вот проблема с весом, насколько я понимаю, есть и у Алана Залоева. Когда ты станешь тяжеловесом? Я думаю, не знаю. Я не могу набрать вес. Это первое. Во-вторых, хочу вот этот 24-й год именно в турнире МС закрепиться в 75-й весовой категории. В дальнейшем мне бы самому хотелось поменять весовую категорию, потому что мне надоело уже скидывать вес. Даже пусть я проиграю в этой весовой категории 85, просто я уже не буду губить свое здоровье и все время скидывать вес. Это сейчас была такая специальная вставочка для Олега Черкасова. 5 кг, и Алана переживает за свое здоровье. А ты скидываешь 13 кг, и только мы переживаем за твое здоровье. Поэтому, если ты еще сомневаешься, Олег, 7-й МС в 75-м дивизионе. Мы тебя ждем. Алан, он безоговорничный лидер 75-го дивизиона. Мне кажется, всего было пару поединков на МС, где он немножко напрягся. В этот раз он борется не в сетке. У него будет армфайт с Даниэлем Прокопчуком, на которой у него есть свой коварный план. Я имею в виду Алана. Если он начнет себя так вести, то мы тоже так начнем себя вести. Но я буду стараться его быстро выиграть. Вот это я расскажу. Потому что лишних травм мне не надо. Ну, исходя из этого, нас, друзья, с вами интересует вопрос. Кто займет вакантный титул? Я знаю, что на МС планирует приехать Артур Макаров. Он сейчас отдыхает после своего армфайта с Миндаугасом на Ист-Весте. Вы знаете из новостей железного рейтинга, что в Питер приезжает Данил Устинов, один из сильнейших средневесов Казахстана. Ну и мы вместе с вами все молимся богу армрестлинга, чтобы Олег Черкасов перестал заниматься ерундой, то есть с гонкой веса, и перебрался в 75-й дивизион. Хотя здесь вопрос другой возникает. Хватит на него сил, чтобы занять там хотя бы призовое место? Гоу! Если Олег Черкасов будет в хорошей форме, ну я просто видел сейчас видео, да, летают в интернете, он сейчас в сумасшедшей форме, так внешне если на него смотреть. Если Олег приедет в хорошей форме, он займет первое место, вторым будет 100% Артур Макаров. Ну, первая двойка – это Олег Артур, однозначно. Но с другой стороны, что мы все с вами, Черкасов, Домакаров, вот на этой России очень круто отборолся Ярослав Яценко. И, возможно, именно он станет новым чемпионом лиги МС в 75-м дивизионе. Ну, а на этом я сегодня заканчиваю этот выпуск. Уже завтра я должен быть в Москве, а в понедельник в Красноярске, где будет готовиться 9-й Сайберин Пауэр-шоу. И оттуда я продолжу свой рассказ про главные спортивные события в нашем российском силовом спорте. Поэтому до скорых встреч! Как будто и был похож на мировую, по сердцу, изhteщик io, ухода в детских фильмах, Потом был огромный работой, Перед распираем дальше!